Задержали строительство? Как получить неустойку? Люди, покупающие квартиру на этапе строительства, стараются не думать о том, что сроки сдачи дома могут затянуться. Но если это уже случилось, не поддавайтесь панике. Срыв сроков сдачи – одно из самых частых нарушений со стороны застройщиков России. Пора взыскать с компанией неустойку. Тем более, что в законе четко говорится, как эту неустойку рассчитать. Ответственность застройщика прописана в федеральном законе о долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Номер закона 214 ФЗ. В статье номер 6 сказано, что если застройщик нарушает указанный в договоре срок передачи объекта дольщику, то он обязан платить неустойку пене в размере 1,03 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Действующие на день исполнения обязательства. Расчет пения делается за каждый день просрочки, исходя из цены договора. Пошаговая инструкция по взысканию неустойки. Первое. Рассчитайте сумму неустойки. Если у вас квартира, к примеру, стоит 5 миллионов рублей, а сдача просрочена на 100 дней, то расчет выглядит следующим образом. 5 миллионов цена договора умножаем 0,07,03 ставка рефинансирования на момент публикации статьи умноженное на 100, количество дней просрочки, умноженное на коэффициент 2 для физических лиц. Получается 233,334 рубля. Второе. Направьте за стройку претензию. В ней должны быть изложены аргументированные требования об уплате неустойки, а также указаны ваши банковские реквизиты и срок для перечисления положенной вам суммы не менее 5 банковских дней. Претензию нужно направить с заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в срок, установленный в тексте претензии, оплата так и не поступит на счет, можно готовить исковые заявления в суд. Для этого можно обратиться к нам. Список дальнейших действий выглядит так. Подготовить исковые заявления. Документы, подтверждающие ваши требования. ДДУ. Платежное поручение на оплату стоимости по ДДУ. Акт сверки расчетов с застройщиком. Претензию с подтверждением направления в адрес застройщика. Направьте документы в суд. Ждите, когда суд назначит первое заседание. Исковые заявления по нарушению прав потребителей рассматривают без государственной пошлины. Поэтому ее оплачивать не обязательно. Суд вправе уменьшить сумму исковых требований, если посчитать, что вы требуете компенсацию больше, чем понесли убытков. Раньше этим активно пользовались все суды, занижая сумму выплат в несколько раз. К примеру, при сумме исков 500 тысяч рублей в пользу ДДУ могли присудить каких-нибудь 50 тысяч. Но в 2016 году Пленум Верховного Суда РФ выпустил разъяснение о том, как применять статью 333 ГК РФ об уменьшении суммы неустойки. И сейчас такого беспредела уже нет. Если уменьшения и бывают, то несущественные. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Если понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на меня. Если есть вопросы, пишем в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok